Доброе утро! Это очередной выпуск «Доктор рекомендует». О здоровье своего малыша следует позаботиться на ранних месяцах беременности. Особое внимание на необходимое уделить формированию иммунной системы у маленькой крови. Новорождённый ребёнок, несмотря на кажущуюся беззащитность, уже способен противостоять неблагоприятным факторам, с которыми ему приходится сталкиваться с первых минут жизни. Это происходит благодаря иммунитету. Как устроена эта система? Как организм мамы влияет на иммунитет ребёнка? Какова роль грудного вскармливания в формировании иммунитета? Об этом расскажет врач-неонатолог перинатального центра номер один Кучербаева Жулдес Арстановна. Здравствуйте! 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 Жулдес Арстановна, расскажите нам, что такое иммунитет. Иммунитет – это уникальная способность организма противостоять чужеродным бактериям и вирусам. Есть два вида иммунитета – специфический и неспецифический. Не специфический – он нам дан с рождения по генам родителей. Он обеспечивает 60% защиты вообще иммунной системы. Вторая – это специфический иммунитет, который мы приобретаем в течение жизни. Мы встречаемся с болезнями, на них вырабатываются клетки антитела, называются, которые уничтожают чужеродный агент. И как бы это ни парадоксально звучало, ребёнок, который растёт в стерильной среде, он чаще болеет, потому что специфический иммунитет у него не работает. Как грудное молоко влияет на иммунитет ребёнка? Новорождённый ребёнок и ребёнок до 6-7 месяцев получают иммунитет от матери. В частности, через грудное молоко. В грудном молоке содержатся все необходимые вещества, витамины, микроэлементы, энзимы, которые необходимы для ребёнка. И поэтому до 6 месяцев существует программа Всемирной организации здравоохранения исключительно грудное скармливание, начиная от молозива, переходного и зрелого молока. Грудное молоко не только стимулирует иммунитет, но и помогает в выработке своих собственных стволовых клеток для дальнейшей защиты организма от микробов уже детей более старшего возраста. Какие продукты питания полезны для укрепления иммунитета мамы, кормящей грудью? Продукты должны содержать все витамины и вещества, микроэлементы, которые необходимы для организма. Это в частности такие продукты, как молочные продукты, овощи, фрукты, если аллергический фон спокоен. Также для стимуляции лактации, а также для обогащения грудного молока именно энзимами очень важны такие продукты, как курага, изюм, чернослив, маслины. И необходимо исключить из рациона копчености консервы. И также очень важен водный режим. Кормящей маме необходимо в сутки употреблять 2-3 литра жидкости. Ну, это не только вода, сюда включаются морсы, различные компоты, настои, да, негазированные. Если, опять-таки, педиатр разрешает, и у ребёнка нет аллергии. Стоит отметить также, что нужно ограничить количество чая, особенно зелёного, потому что там содержится кофеин, который стимулирует, возбуждает нервную систему не только матери, но и ребёнка. Какие рекомендации можете дать мамам по укреплению иммунитета ребёнка? Могу порекомендовать для ребёнка, очень важно, это режим сна и отдыха. 75% в суток ребёнок должен находиться во сне с перерывами накормления и перенания. Также для укрепления иммунитета, до сегодняшнего дня очень мамы боятся этого, вакцинация. Вакцинация, она необходима при таких тяжёлых инфекциях, которые вызывают эпидемии. Если нет противопоказаний, вакцинироваться нужно обязательно. В-третьих, это прогулки также на свежем воздухе и закаливание. Уже новорождённого ребёнка необходимо с первых дней приучать к свежему воздуху и закаливать. Спасибо, Жулды Сарастановна. Друзья, это вся информация на сегодня. Не забывайте задавать свои вопросы на нашем сайте bsdoctor.kz, а также на наших страничках в социальных сетях. Всего хорошего!